Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мой друг есть женщины Одни хотят обзавестись счастливой семьёй, как в сказках Марио Пупелла А другим подавай боссов А я... Я не босс Она всё ещё с ним? Он... Он умер Будто канализационная крыса Тогда был самый расцвет мафии, так ведь? Так Столько жертв было Столько, что ты даже не мог сосчитать их Одни хотят обзавестись семьёй Ладно, пойдём домой, мой друг Сукин ты сын, что за чёрт? Не трать свои проклятия на такие пустяки Никто обычно... Не замечает этого Спасибо Вы говорите по-английски? Не очень хорошо Вы из Америки? Из Сан-Франциско Давид Эм... Отец Леонард Отец Леонард? Серьёзно? Меня совсем недавно произвели священнослужители Я, признаться, и сам ещё не привык Вы недавно стали священником И... Теперь вы не просто... Вы... Вам... Вам нравится это? Не поймите меня неправильно Я должен был так поступить Я всегда хотел служить во благо Моё прошлое Полно мучений и жестокости И порой Мне интересно Кто я такой? Чтобы думать Будто я Поступаю верно Благородно Благочестиво И что Все мои действия Лишь во благо Теперь вы в Италии, Леонард? Расскажите о вашем Мучительном прошлом В Сан-Франциско я был не самым Порядочным христианином Я вообще был не очень хорошим человеком Вся моя жизнь Основывалась на грабежах Воровстве Вандализме Я был крутым парнем И думал, будто в жизни Что-то можно получить только насилием А затем что-то произошло Я сделал кое-что ужасное И сбежав укрылся в церкви Вот тогда и пришла ко мне вера Внезапно меня Переполнило желание Оставить все в прошлом И стать священником В чужой стране Поэтому Поэтому я здесь Вы действовали в одиночку? Нет Начал я в бандах Надежных Потом стал старше Набрался сил Так я стал Лидером Итак Долго вы жили в Риме? Два года Затем покинул его Тоже на два года Через несколько сидений от нас Сидит женщина Она из Америки Ее мужа убили на ее глазах Несколько лет назад И она так и не обрела покой после этого Я встретил ее в Риме Я знал Что она Меня искала И в какой-то мере Я тоже ее искал С тех пор она следует За мной по пятам Словно я смогу дать ей ответы на ее вопросы Каждого из нас Преследовать свое прошлое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Браво 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 Боже мой, невероятно Луис Такой романтичный А то он не выглядит потрясающе Знаешь, мне кажется, Лили Стоит вернуться в Италию Уильямс с братьями Раньше каждое лето Проводили время с семьей своего отца В Тоскане Правда, дорогой? Да Прилетаешь сюда по выходным Через каждые две недели Проводишь пару дней с отцом А потом В Милан На шопинг Дорогой, твой отец унаследовал свои деньги А мне свои пришлось зарабатывать Да, это верно Все так Ей пришлось многое преодолеть Она ведь раньше подавала коктейли Была официанткой Когда встретила его здесь Он был в командировке Конечно, он сразу в нее влюбился Только посмотри на нее Затем он одолжил ей денег Чтобы начать бизнес по производству аксессуаров Очень популярных сумок Которые стали настоящим модным трендом Успехом Их даже печатали в журнале ВОК Дона Каррон была их поклонницей Да В любом случае, через полгода он вернул свои деньги После чего понял, что ему стоило бы жениться на этой девушке Умный мужчина Думаю, сейчас у нее больше денег, чем у него А теперь он стал моим якорем Есть поговорка о том, что за каждой великой женщиной стоит великий мужчина Все верно Погодите, а разве не наоборот за каждым великим мужчиной? Это работает в обе стороны Именно потому, что в моей жизни две удивительные женщины У меня все отлично в бизнесе Я вернусь, мне нужно к Джону Вы идите, а я догоню вас Дорогой, не потеряй нас Дорогой, не потеряй нас Дорогой, не потеряй нас Гипно! И еще один бесполезный вечер с твоей светской матерью и амбициозной женой. Оставь их уже. Они к моему бизнесу не имеют отношения. Твоя мать сотрудничает с этим музеем. Ты мог бы все делать через ее заносчивых друзей. Позволь объяснить тебе кое-что. Все, что происходило в прошлом, все эти игры, все это и правда в прошлом. Моя мать всегда была занята работой. Она никогда не знала, чем я занимался. Я помог тебе. Мы подняли много денег. Хотя я этим не горжусь. А моя жена Дебора... Она просто... Она очень умна. Задает столько вопросов, и она до сих пор мучает меня за ту лодку. И что мне прикажешь делать? Сказать ей правду? Как ты обманул одного парня, манипулировал им, шантажировал, чтобы все это закончилось? Слушай сюда, урод. Мне пришлось переправлять все то дерьмо на том корабле из Италии. А ты говорил, расслабься, не беспокойся. Все забудется, а мы сколотим состояние. А сейчас у тебя коллекции. Даже твоя мать могла бы их купить. Я подкупил многих людей. И теперь ты хочешь повесить всех собак на меня? Ладно, ладно. Давай вернемся обратно. У тебя, наверное, и билета сюда нет. Что ты вообще тут делаешь? Ну, уже так не пойдет. Послушай, моя жизнь изменилась. Теперь каждый шаг можно отследить. Это тебе не старые добрые, когда не было интернета. Меня могут раскрыть. Я не могу так рисковать. Мой отец умер. Пойми, только он мог меня защитить. И тебя тоже. Нас. Если бы что-то пошло не так. Теперь его нет. Мне приходится вести семейный бизнес. А моя жена, она очень умная. Она хочет начать политическую карьеру. Ничто ее не остановит. Я изменился. Я должен быть теперь таким. А я говорил тебе, говорил же, не делать этого. Говорил, женись на немой молоденькой сучке. Тогда не пришлось бы беспокоиться о своей жене и о том, что она может сказать. Эй, ты не можешь указывать мне, что делать. Не смей. Ты постоянно так делаешь. Собираешься говорить мне, на ком жениться, да? Или какой у меня должна быть мать? Почему бы тебе самому не построить собственную жизнь и не убраться из моей? Прошу тебя, хватит меня преследовать. Всюду появляться, ходить за мной. Ты будто сорняк, который нельзя вытравить. Урод. Может, это тебя стоит вытравить? Ладно. Антонио, вот ты где. Браво. Ты был великолепен. Просто великолепен. Великолепен. Спасибо. Я рад вас видеть. Спасибо. Спасибо. Спасибо за эти слова. Соболезную насчет вашего отца. Я рос с ним, когда жил в Тоскане. Я всегда смогу рассчитывать на тебя, если нужно будет позаботиться о моем муже. Научи его быть плохим парнем. Плохим парнем. Хорошо, что он не такой дорогой. Знаешь, мы скоро возвращаемся в Италию. Он должен будет навестить нас как-нибудь. Скоро. Очень скоро. Отпустим его переодеться. Нам пора на вечеринку, потому что почетный гость не может опаздывать на собственную вечеринку. Верно? Чао. До встречи. Спасибо, что пришли. Прекрасен. Ты был прекрасен. Спасибо. Идем, мама. Идем, идем. Дамы, я знаю, что итальянцы любят поесть на ночь. Да. Но? Да. Мой желудок с таким не справится. Но вы, девочки, должны повеселиться. Джеймс, встретишь меня здесь в час, хорошо? Поверните, чтобы я мог видеть ваши лица. Нет, нет, нет. Нет, нет. Почему вы не хотите поговорить с этой женщиной? Я уверен, что у меня есть то, что она ищет. Есть ли у меня ответ на ее вопросы? Я покинул Сицилию не просто так. Мне хотелось стать свободным человеком, оставить все в прошлом навсегда. Но некоторые грехи не смоешь. Но любой грех можно простить. Не имелите чушь. Грехи нельзя простить без... без искупления. Искупления, да. Верное слово. Я покинул Сицилию, потому что думал, что искупил все грехи, но это все... чушь. Сицилия четыре года назад. Ты понял, Вито? Если мы возьмемся за эту работу, то через два-три года я смогу давать матери кое-какие деньги. Это опасно? Нет. Мы приглашены? Ты не знал, что на свадьбы, похороны и причастия все мы приглашены? Черт! Если бы я знал это раньше, мы возьмемся за эту работу. Ты можешь потерпеть? Почему бы нам не поприветствовать молодоженов? Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Ну? Ну? Зачем ты хотел меня видеть? Дон Микеле, я взял на себя смелость прийти сюда, потому что хочу работать с вами. Работать со мной. И чем бы ты хотел заняться? Не знаю, Дон Микеле, чем угодно, что даст мне шанс легко заработать много денег. Лёгкие деньги. Их не существует. Всё, найди себе работу. Умеешь кирпичи укладывать? Красить. Можешь починить двигатель? Дон Микеле, я не хочу заниматься всяким дерьмом на обычной работе. Я хочу сколотить много денег. Хорошо. Сейчас ты можешь продавать наркотики. Но смотри. Однажды, попав в семью, ты останешься в ней навсегда. Твоя жизнь становится моей. Ладно. Увидимся завтра. Хочешь? Давай. Тони, ты мне как сын. Я знаю тебя с 60 лет. После смерти твоего отца я заботился о тебе. А теперь ты мой доверенный человек. Я бы тебя и пальцем никогда не тронул. Знаю. Я никогда в этом не сомневался. Сегодня манчина едет на Сицилию. Никто не должен знать обо мне. Они должны верить, будто он их крёстный отец. Но самое главное, они не должны ничего узнать о моём сводном брате. А кто он? Его зовут... Давид Спекуца. Он кусок дерьма. Настоящая катастрофа. Думаю, мне стоило убить его раньше, чем он появится здесь. Ещё не поздно это сделать. Нет, не сейчас. Пока не время. КОНЕЦ Я знал, что вы меня не подведёте. О чём это вы? Издеваешься? Ты видишь эту прекрасную страну? Посмотри только. Да я благословлён. Не могу поверить, что родился в этой стране. Она моя. Я обещал маме, что привезу её обратно однажды. Но не раньше того, как вычищу здесь всё. А потом... Эти ублюдки... Паршивые ублюдки. Приехали в Чикаго. Чтобы подмять меня. Закрыть меня. Стереть обо мне... всё на семь лет. Да, сэр. На семь лет. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И что они получили? Ничего. Что получат? Ничего. Они не заслужили. Я заслужил. И моя семья тоже. Что они сделают? Станут меня испытывать. Ладно. Ладно. Ну... Пау, 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 пау. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Окей. Ты гляньте. Ну же! Нет. И знаете почему? Потому что... Слабость и глупость. Их поработили. Их бизнес страдает. У них нет времени, чтобы пристрелить моих ребят. Если бы они были умны, то... Пристрелили бы меня. А вы никогда меня не подводили. Так... Что мы можем для вас сделать? Я хочу, чтобы мне вернули мой город. Вот что! Время провести хорошую чистку. Ясно? Как от клопов. Спейте с ними. Трахайтесь с ними. Выясните, что они едят. Кого ненавидят. Кого любят. Кого обожают. О чем думают. Все о них. Найдите их слабость. Помните Трою? Троянского коня. Помните? Очень умно. Мне нужен... ...такой конь. Чтобы вытравить их. И когда мы найдем их слабости... ...такой конь. Какой конь. Да? все поняли разумеется сахар прекрасно поняли не делайте всю работу сами оставьте и мне это скользкая дорожка и она погубит всех нас дон микеле доброе утро давид сегодня у тебя новая работа я в вашем распоряжении дон микеле ограбление ювелирного магазина к сцину они получили бриллианты из южной африки и сколько я с этого получу дон микеле тысячу евро с камня тысячи евро с камня хорошо я согласен согласен хорошо спасибо дон микеле увидимся хорошего дня кстати это тебе спасибо дон микеле и не забывай все принадлежит семье вы и правда доверяете мне такое важное дело дон микеле увидимся до свидания дон микеле эй шеф-кондитер я с вами говорю что вам нужно вы нас преследуете у вас есть два выхода первый вы остаетесь с нами тогда мы гарантируем что никто не пострадает не вы и не ваша семья и ваш магазин будет сел второй стефан этот вариант не принесет вам ничего хорошего убирайтесь из моего дома я не желаю вас видеть не здесь не в магазине иди вот не понимаете что это последний шанс для вас другого не будет о чем вы говорите все будет плохо я не понимаю прекрати это доброе утро что этот мужчина хотел от тебя мария не стоит тебе об этом думать пойди и приготовь что-нибудь исходя из ситуации конечно никто не ожидал такого не хочу подвергать сомнению ведение нашего бизнеса но впредь нам стоит быть более осторожными проблема уже есть и мы должны избавиться от нее как можно скорее надо убить шефа завтра же хорошо бывает Прочистить мозги вот так и, честно признаться, я бы не смог ехать здесь без собеседника. Расскажите мне что-нибудь ещё о той женщине. Она смотрит на меня. Может, она хочет поговорить? Я как-то раз встречал священника, полную твою противоположность. Время. Не в Риме. Раньше. Его звали отец Карло. Откуда вы родом? Из Палермо. Палермо, ясно. Мой отец был там во время Второй мировой под командованием генерала Паттона. Они освободили Палермо, затем Мессина, Тропани, Агриджента, Сиракуза, всю Сицилию. Детьми нас брали туда на каникулы. Мы шли по следам предков. Мне никогда не было так весело. Люблю Сиракуза. Люблю Сицилию. Думаю, Сицилия – это самое красивое место на Земле. Вы преувеличиваете, не так ли? Вы так думаете? Знаете, кто еще это чувствовал? Гёте. Он сказал то же самое, что и я сейчас. Гёте – писатель? Знаю такого. Именно. Писатель, философ, ученый. Один из величайших умов своего времени. Знаете, что он сказал? Сказал, что можно посетить Италию, но если ты не видел Сицилию, то считай, что ты не побывал в Италии вовсе. Потому что Сицилия – это ключ ко всему. Он изучал искусство, античную культуру, архитектуру. А затем приехал в Палермо и открыл для себя идеальные виды растений, цветов. Открыл Бога. Я болтаю о пустяках. Я отец Карл, а вы Давид? Да, я Давид. Но именно вы дали мне понять, зачем я здесь. Мне нужно разрешить внутреннюю проблему. Ну что ж, вот что я думаю. Мне кажется, у вас не будет проблем, если вы останетесь здесь. Думаю, вам понравится. Вы можете оставить позади целый мир. Здесь вы найдете покой для разума. Прошу лишь одного. Доверьтесь мне. Брат Карл, вопрос не в доверии. Вопрос сохранности жизней, моей и вашей. Вы не найдете место безопаснее на всей Земле. Только здесь, под присмотром святого Себастьяна и моим. Я всегда готов выслушать. Если захочется поговорить. А если решите принять причастие. Мне любопытно. Я всегда встречал необычных людей, и мне думается, что вы искренний и честный человек. Может, вам просто не везет. Но здесь вы будете в безопасности. Найдете покоясь. Нам многое предстоит. Думаю, вы справитесь. Спасибо, отец Карл. Спасибо. Мне это было нужно. Спасибо. Думаю, надо идти. Будь вы на моем месте, как бы вы поступили. Леонард, почему бы вам не рассказать мне вашу историю? Но... Начал я с ловли рыбы в заливе Сан-Франциско. А все из-за моего роста. А потом стали самым главным рыбаком. Ты начал до или после того, как погубили мою жизнь? Я спросила, ты начал рыбачить до или после? О чем это вы? Как насчет денег за лодку? Где вы их взяли? Дебра. Дебра. Дебра? Да как ты смеешь. Никогда не называй моего имени. Миссис Льюис. Я вдова Льюис. Забыл? Потому что ты всегда думал, будто ты во всем прав. А это было не так. Ты никогда не был прав. А теперь что? Посмотри на себя. Посмотри. Посмотри. Не сбежишь? Я... Прошу. О, Господи. Подожди. Не двигаться. Ради Бога. Прости меня. Ты самый трусливый из всех людей. Ты ведь узнал меня. Ты прекрасно знал, кто я такая. Но у тебя духу не хватило просто подойти и поговорить. Кишка у тебя тонка. Ну что с тобой? Мы все знаем, что ты всегда храбрился, когда был готов убивать, особенно за хорошие деньги. Так сделай это снова. Давай, сделай это. Сделай. Сделай. Сколько тебе заплатили? Где часы? Ты что, продал часы, которые я ему подарила? Ты продал? Отец наш. Теперь он молится. Теперь он молится. Думаешь, тебя там кто-то слушает? Бог тебя слышит. И почему его не было рядом, когда он был так нужен мне? Что? Что вы хотите от меня? Хорошо. Скажите что-нибудь, что вы хотите? Что мне сделать? Что вы хотите? Что? Что вы хотите от меня? Хочу, чтобы ты вернулся вниз, и, может, на то воля Господа. Я не понимаю. Я хочу, чтобы ты сделал что-то хорошее в своей жизни. Хочу, чтобы его смерть дала жизнь чему-то значительному. Что-то значительное. Продолжай свое дело. Хочу, чтобы ты заслужил его прощение. Я прослежу за этим. Клянусь. Я сама порву тебя на части своими руками. Я не могу сделать это. Я не могу. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Хочешь сказать, что ты ещё святой отец? Мне больше нечего сказать. Я... Я всё понял. Я понимаю, что... Мы хотим одного. Спектакль окончен. Слава Богу. А вы и правда убили его? Да. Убил. Это бедная женщина. Теперь вы знаете мою историю, Давид. Могу сказать, что я хорошо провёл время в пути. Но будет одна вещь, о которой я буду жалеть. Какая? Я не смогу услышать вашу историю. Дон Микеле, простите за вопрос, но что это за место? Не беспокойся. Ты нервничаешь. Ничего особенного. Нам нужно немного подождать. Я не нервничаю, Дон Микеле. Это место меня нервирует. Однако мне нужно вам кое-что сказать. У меня есть друг, Вито. Он был моим подельником. Мы работали вместе. Он умный и хороший парень. И он попросил меня поговорить с вами. Может ли он войти в семью? Приводи его. Кто вы, Дон Микеле? Вы деньги даёте? Эй, следи за языком. Приводи своего друга, и я его проверю. Вот это направо. На какой работе? Я что-нибудь придумаю. Ну что? Чёрт, ты задаёшь столько вопросов. Если проходишь проверку, ты в семье. А теперь идём, нам пора. Пора куда? Ты должен кое-что сделать для меня. Ну же, идём. Давид. Что? Выходи. Перережешь ему горло, или пристрелишь. Кто? Я Дон Микеле. Вы шутите? Да кто он такой? Невероятный американец. Нет проблем, Дон Микеле. Ты говоришь по-английски? Немного, немного. Хорошо, увидимся. Джоннина. Привет, Джонни. Джонни. Успокойся. Тише. Успокойся. Успокойся. Давай, Джонни. Иди. Уходи. Ну? Уходи, давай. Давай, давай, уходи. Что случилось? Что за чёрт? Как это случилось? Тебе надрал задницу связанный человек с кляпом во рту. Дон Микеле, я не облажался. Я понимаю, что вы меня проверяли, но... Я взглянул в его глаза. Мне стало его... Жаль. Понимаете? О какой жалости ты говоришь? В семье нет места жалости. Дон Микеле, быть вне закона одно, но криминал и убийство... Зачем? Хорошо. В этот раз я прощаю тебя, но с этого дня ты не будешь знать о семейных делах. Завтра я встречусь с твоим другом Вито. Посмотрим, каков он на проверку. А теперь ступай. До свидания, Дон Микеле. Где он? Кто? Тот, кто, очевидно, сбежал. Прекрати. Убирайся. Убирайся немедленно. О чём это вы? О том, что тебе надо немедленно убраться. Или ты собираешься компостировать мне мозги весь день? Давай, прочь из моего дома. Что вы, чёрт побери, сделали? Я был в ювелирном, а этот урод не пришёл. Ты должен был его пристрелить. Пистолет не сработал. Он разряжен, идиот. В любом случае, тебе повезло. У меня хорошее настроение. Но мне не нравится общаться с полицией. Я позволю тебе войти в мой дом. Ты должен быть благодарен мне. Ты благодарен? Да, спасибо вам. Я долго наблюдал за тобой. И понял, что человек ты надёжный. Смотри на меня. С этого дня ты вхож в семью. Поздравляю. Кстати, почему ты решил присоединиться к нам? Из-за уважения. Хорошо. И нужно. Моя мать совсем одна. А у меня ещё два младших брата. Хорошо. Ладно. Ты мне нравишься. Ты заботишься о семье. А семья очень важна. Честь. Уважение. И семья. Кажется, будто мы в одном из этих американских фильмов. А теперь, парень. Я сделаю тебе предложение, от которого ты отказаться не сможешь. Послушай, Франко. Мы должны протянуть руку помощи нашему другу из Тропани в Риме. Калабрезе. Раньше просто покупали квартиры, а сейчас торгуют наркотиками и оружием. У них есть связи в правительстве. И даже знакомые в полиции. Чёрт. Кое-кто из банды Делла Мальяна возвращается в строй. К тому же, клан Казалези уже стоит поперёк горла. Мы тоже должны сделать что-то грандиозное. Микеле, если хочешь, я сам туда скажу. Нет, нет, и нужен мне здесь. Я пошлю... Да, я пошлю Пепутчо. Он безжалостен, жесток, и у него уже есть свои люди там. Хорошо. Зачем я здесь? Давид. Он хороший парень, но совсем слабый, бесхребетный. Я предупреждал тебя с самого начала. Он бесполезен, как его друг Вито. Просто двое мелких воришек. Нет, Вито настоящий мужчина. В его крови течёт яд. Франко, присмотри за Давидом. Мы можем дать ему дело попроще. С клубом или ещё что. Хорошо. С этого момента он под моей опекой. Отлично. Кстати, знаешь что, он слишком много болтает со священниками. О чём ты? Он ещё больше католик, чем моя матушка. Давид, как идут дела? Отлично. Спросите бухгалтера, я отдаю ему всё. Ничего, это не вопрос с подвохом. Я лишь хотел знать, всё ли у тебя хорошо. Хорошо ли тебе с нами? Да, Дон Микеле, всё идёт гладко. Отлично, отлично, я рад. Я встречался с Вито, твоим другом. Мне он нравится. Он уже стал частью семьи. У него есть стержень. Он готов убивать. Спасибо, Дон Микеле, за такую услугу. Я рад за Вито. Теперь у него есть работа и заработок. Он будет помогать тебе в пригороде и работать с остальными в центре. Пригороде? Мне? Как пожелаете, Дон Микеле. Давид, у нас есть некоторые проблемы с владельцами магазинов, которые не желают платить. Увидимся. Грёбаный американец. Думает, будто он главный в Палермо, будто мы вновь вернулись во времена Тотт-Ариина и Корлеоне. Не делай такое лицо. Вито хорошо себя показал и ещё покажет. Но ты должен знать, дорогой Вито, наша семья стала нести значительный ущерб от этого манчино. Что насчёт Нью-Йорка? Ситуация пока не настолько плачевна, чтобы просить помощи. Но нам нужно начать думать и действовать, как это было раньше. Пока что не слово семье, а наших трудностях. Ясно? Вы позвали нас, потому что мы уже в курсе? Именно. И что нам прикажете делать? Вы должны дать понять этим варварам, что мы сильны, как никогда. Что мы не дали слабину. нужно отправить им послание, которое будет означать войну. вам что-нибудь нужно? Чего вы хотите? А может, выпивки? Нет. Что ж... Здравствуйте, сеньора. Простите, Роберто, он... хороший человек. Меня зовут Джон Манчино. Запомните... это имя. А это... Луиджи. Он работает со мной. Он вроде как шпион. Это его работа. И он знает, как ее выполнять. Он добывает нужную мне информацию. А еще... он проверяет некоторых из ваших новых друзей. Картелос, например. Да, он выясняет, о чем они думают, что знают, кому доверяют, кому нет. Подобные вещи. Он приходит ко мне. Я слушаю его. Слушаю, слушаю. А затем я нахожу... Как правильно сказать? Не стыковки? Точно не стыковки. Видишь ли, есть женщина. Она постоянно появляется в их окружении. То здесь, то там. Безо всякой на то причины. Она всегда приветливо, представляется не своим именем. Зовет себя Адель. И я задумался, кто же она такая? Зачем она это делает? Как она попала к ним? Ведь войти в доверие к таким людям непросто. А потом... Потом я выяснил кое-что. Секреты бывает легко разгадать. Ее настоящее имя... Не то, которым она представляется. Мария. Мария. Меня зовут Мария. Хорошо. Тогда я выяснил, что у Марии в жизни произошла трагедия. Катастрофа. Убили ее мужа. И я подумал, зачем же ей общаться с такими людьми? Зачем она появляется на всех вечеринках? Почему она так мила и приветлива? И тогда он... Он очень умен. Он спросил, может... Среди тех людей есть кто-то, кто убил ее мужа? И я ответил, но... Почему же тогда она крутится рядом с этими убийцами? Ведь эти люди натворили столько ужасных вещей. Ради мести. Господи, и зачем же? Ты этого хочешь? Что ж Луиджи и правда очень умен. Он догадался. В любом случае, не волнуйся. Все хорошо. Луиджи хотел бы такой цветок. Это вам. Пошел ты, идиот! Я тебя напугал? Ответь мне, Вита. Почему ты здесь? Они мне больше не доверяют? Конечно, они доверяют тебе. Они думали, тебе стоит запастись товаром. Я уже говорил. У меня столько этого дерьма, что я могу обеспечить им весь Палермо. По-твоему, это дерьмо. Для меня это работа. Приехал какой-то американец. Его зовут Дэн Манчина. Опасный тип. Дэн Авязи хочет, чтобы его убили. Говорит, тот не уважает правила. Он сколотил банду. И скоро решит отхватить себе кусок Палермо и... вместе с ним Сицилию. О чем-то, Вита. Прилетать из Америки, чтобы отхватить кусок Сицилии и взять Палермо, значит, есть кто-то, кто их защищает? Где ты услышал эту чушь? Информация прямиком из Нью-Йорка. Я стоял за дверью и не мог не услышать. Все говорят, успокоятся, но мне кажется, что грядет что-то плохое. Потому что этот прибывший урод хочет наши головы. Всю семью картелла хочет нашей территории. Ты понимаешь, Давид? Вита, прошу, хватит нести чушь. Закрой рот. И будь осторожен. Этот урод шутить не станет. Мария, послушай. Послушай меня. Я не стану сглаживать углы. Федрость не мое лучшее качество. Я не даю ничего просто так. Понятно? Так что слушай меня. За все, что я делаю, я ожидаю что-то в ответ. Я дам тебе все за осуществление твоей мести. Поняла? Вместе мы сотрем семью картелла с лица земли. Но есть одна проблема. Ты женщина. А я не привык доверять подобные задания женщинам. Потому что, признаться честно, они бывают эмоциональны. если ты решишься на это, то не считай себя женщиной впредь. Ты можешь быть матерью, когда тебе хочется, но они рядом со мной. В работе со мной у тебя нет любовников. Твоим любовником станет пистолет. а ты сама станешь моим оружием, которым я могу пользоваться, как мне вздумается и когда мне вздумается. Взамен ни твой сын, ни ты не будете никогда больше ни в чем нуждаться. Я обещаю. Но я не хочу, чтобы твой сын об этом знал. Поняла? Да. Есть новости из Сицилии. О чем? О Мари. Кто такая Мария? Жена того шефа-кондитера, которого убила семья Картелла. Серьезно? Да, ее встретил Дон Манчино, но теперь она работает на нас. Она жаждет мести. Какая женщина. Любовь и ненависть. Убийственная смесь. Точно. Похоже, она поможет нам разделаться с оставшимися членами семьи Картелла. Правда? Да. Хорошо. Очень хорошо. У нас для нее кое-что есть. Идем со мной. Да. Дон Антонио, это Микеле. Здравствуй, Микеле. Как дела? Не слишком хорошо, поэтому я тебе и звоню. Что случилось? Понимаешь, один американец приехал на Сицилию пару дней назад. Теперь он беспокоит меня. Я не могу нормально спать. Этого я и ожидал. Все меняется. Некий Фредерико по прозвищу Хромой убил Вито Мессина и забрал его территорию. Понимаю. Понимаю. Что нам делать? Что ты хочешь услышать? Убей его, иначе проблем не избежать. Хорошо. Послушай, правда ли, что он поставляет оружие и наркотики, и что у него есть связь с исламскими террористами, сицилийским премьером и американскими сенаторами? Да, все так. Поэтому, пожалуйста, будьте бдительны. Хорошо. Я подниму своих людей, и мы решим эту проблему. Хорошо, поговорим позже. Я буду держать вас в курсе. До связи. До связи. До связи. Микель, я не понимаю, зачем ты попросил прийти сюда? Очень серьезное дело, Дон Чемина. Нужно разобраться с американцем. Но я уже поговорил об этом с Франко. Тебе не стоит беспокоиться? Нет, поверь. Он очень опасен. Ладно, и чего он хочет? Перевозку наркотиков между Палермо, Тропани и Агриджента, проституток. Кто он такой? Кто он такой? Чего он хочет? Он, черт побери, всю Сицилию хочет. А хуже всего, то, что он жаждет уничтожить всех нас. Невероятно. Но за нами церковь. Засранец. Он стягивает к себе людей, дает работу безработным, заботится об одиноких матерях, убирает с пути бизнесменов. Потому что люди ведь думают, что они куски дерьма. Все только воры и убийцы. Что нам делать, Микеле? Мы должны сплотиться. Должны дать ему понять, что мы здесь. Если мы будем действовать вместе, то сможем его убрать. Я не согласен. Пока кто-нибудь не сделает что-то для меня или моей семьи, я и пальцем не пошивлю. Таково мое решение. Это неверное решение. Для тебя. Не для меня. Давай выпьем, Микеле. Я знаю, где мое место. И где же? На Сицилии. Сицилия – остров мечты. Моей мечты. Я уехал, и это разбило мне сердце. Спасибо, Луиджи. Давид. Добро пожаловать. Сколько лет. Рад видеть тебя. Простите. Простите. Может, мы друг друга не так поняли, но я... я ничего не сделал. Не думаю, что мы друг друга не поняли. Я ведь никогда... никогда не наставлял на тебя пушку, верно? К тому же, я знаю, что произошло. Я просто... рад тебя видеть. Я искал тебя два года. И вот ты здесь. Отлично выглядишь. И мне нужна твоя помощь. Думаешь, кто-то хочет тебя убить? Мне просто нужно кое-что почистить. Я подумал, что этим можешь заняться ты. Вот и все, о чем я прошу. Нет, с этим покончено. Я больше не связываюсь с такими делами. После того случая я вышел из игры. У меня есть старые счеты. Тебе не придется больше иметь с ними дело. Ясно? Я только не понимаю. Чего ты нервничаешь? Что тебя беспокоит? Ты изволнован, испуган, нервничаешь. Сидишь там. О чем ты думаешь? Я пригласил тебя в свой дом. Мы пьем, разговариваем, и мне всего лишь нужна твоя помощь. А ты ведь за все это время даже не пришел ко мне и не сказал, Джон, рад с тобой встретиться. Как ты поживаешь? Это грубо. Тебе хочется быть грубым со мной? Хорошо, Дэн, приношу свои извинения. Я не хотел проявлять неуважение, но меня просто привели сюда. Я боялся, что меня попросту убьют. Да, я убил одного из твоих людей. Я собирался перерезать ему горло. Чего ж собачья? Но я покончил с этим дерьмом. Больше я не хочу в нем участвовать. Мне нечего предложить. Правда. Ты никого не убил. Я знаю правду. Ты и твои люди наставили на него оружие, но ты направил Дула в другую сторону. Твои ребята собирались выстрелить ему в голову, а ты не стал. Не знаю, как и почему, ведь ты не выполнил свою работу. Но ты не спустил крок, не убил его. Как я могу злиться? В сущности, я в долгу. В долгу перед тобой. Нет, нет, Дэнни, ты ничего мне не должен, и я теперь тоже ничего не должен. Все в прошлом, я хочу теперь только одного. Вернуться в монастырь, там у меня друг, священник. Мой настоящий друг, мой наставник. Думаешь, я шучу? Что? Думаешь, я шучу? Думаешь, это все шутки такие? Нет, все хорошо. Ты сам это сказал? Я сказал, что ты мне ничего не должен. Ничего. Ты больше ничего мне не должен. Никто не должен. Понимаешь? Все хорошо. Все, все отлично. Все. Все в порядке. Никто никому ничего не должен. Ладно. Хорошо. Поднимайся. Вставай. Ножи. Видишь, как все просто? Вот чего я хотел. Пойми. Это всего лишь такое дружеское одолжение. Ты будешь присматривать за Марией, как ее охранник. Хорошо. Нет проблем. Мне нужно, чтобы ты сделал это. Между нами ты должен присматривать за ней, чтобы убедиться, что она все делает так, как я сказал. Все ясно. Все ясно. Ясно? Видишь? Все хорошо. Все хорошо. Кто это? Кто это? Дон Антонио. Один из твоих людей, Давид, предатель. Он работает на американца. Не спускай с него в глаз. О чем это ты? И как ты узнал об этом? Тебе не стоит знать. Хорошо. Спасибо. Я пошлю к нему Витту, его друга. Они поговорят. Если это правда, то Давид уже труп. Идет. Всего доброго. И тебе. Вот сукин сын. Что он наделал? Черт его, раздери. Что? Трое убиты. Двое из них были нашими. А затем этот урод просто скрылся. Исчез. Это не он. Что ты там мелишь? Люди зовут его искупивший грехи. Говорят, он работает на манчина. Нет, Давид не стукач. Я не могу просто так игнорировать слухи. Ему нужно исчезнуть из Палерма. И куда он пойдет? Куда-нибудь очень далеко. Скажи ему бросить Елену, семью. И убираться. Вито. О чем ты вообще говоришь? Ты шутишь? И правда думаешь, будто я сделал что-то подобное? Ты меня знаешь с самого детства. Мы встретились в колонии. Ты разве не помнишь? Вито. Это никуда не катится. Даже в голове не укладывается. Ну ладно. Сейчас поедем и все обговорим. Вы всегда были... Ну, вы понимаете, слепым? Нет. Это случилось незадолго до отъезда из Катани. Два года назад. Мы пришли вовремя. Он выживет? У него трещины в кости. Его жизни ничего не угрожает. Поначалу было тяжело, мой дорогой Леонард. Но затем, когда понимаешь, что ничего с этим не сделаешь, ты просто привыкаешь. Но... Почему вы покинули Катанию? Вас это гложет. Вы ведь даже не знаете мою историю. Верно. Но я вижу ваши страдания. Иногда... Наша боль мешает нам быть теми, кем мы можем явить себя миру. Твой муж собирается заплатить? Черт побери. Нет. Вы не сможете нас шантажировать. Прошу, мисс. Выслушайте меня внимательно. Если вы не заплатите, они убьют вас, всю семью, до седьмого колена. Вы понимаете? Убирайтесь прочь. Черт! Ты ведь мог секунду подождать. Мне скоро выходить. Где мы? Мы подъезжаем к миссине. И вам предстоит еще долгий путь до Катании. Леонард. Я был бы счастлив поведать вам мою историю, но для этого и дня мало. Я рад, что встретил вас. Мне было приятно поговорить. Я уже очень давно вот так не говорил со священником. В некотором роде все подходит к концу. наше прошлое. Наше прошлое. Мне интересно, вы думаете, что сможете искупить свои грехи? Не знаю. Все зависит от того, как на это посмотреть. Что вы имеете в виду? Если нет разницы в том, совершать ли грех самому или позволить кому-то совершить его, то, мой дорогой Леонард, я никогда не искуплю свои грехи. Не мог уснуть. Что привело вас сюда? Ничего. Обычное любопытство. Любопытство? В отношении Бога? Теперь вы свободны. Вы свободны. Вы можете вернуться к обычной жизни. Вам ведь не хочется торчать тут со скучным священником. Вы сделали свою работу, выполнили самую тяжелую часть под палящим солнцем. Вам больше не нужно здесь быть. Возвращайтесь к своей жизни. Я больше не управляю своей жизнью. Меня снова опутают сетями. Снова приберут к рукам. Загонят меня в рамки. Люди кляняют людей. А Бог освобождает. Он странно работает над нами. Порой мы не понимаем, насколько Он вездесущ, но необходимо сохранять веру. Необходимо верить в Него. Что, если вопрос стоит, жить или умереть? Как я могу верить в Бога, когда приходится выбирать между своей жизнью и жизнью кого-то, кого ты любишь? Давид, вы постучали в мою дверь посреди ночи. Я решил, что это что-то срочное. Но есть и другая причина. Так ведь? Давид. Давид. Вы собираетесь меня убить? Давид. В этом моя вина, Карло. Мне сказали, я слишком много болтаю с тобой. А мне это было нужно. Очень нужно. И я сказал, слишком много. Сколько у меня времени? Не знаю. Вы пришли сделать всё сами. Давид, почему вы? Почему? Они хотят, чтобы я показал свою преданность. Потому что они прекрасно знают, насколько я вами дорожу. Мне нужно показать, что я готов подчиниться. Всё сказанное вами – тайна исповеди. Это только между вами и священником. Но если не вы, придёт другое, я прав. Если вы не сделаете, как они просят, то вас убьют. Всё хорошо, сын мой. Я понимаю. У вас впереди будущее, а я... Я уже отслужил своей цели. Вы сделали свой выбор. Вы должны... Должны сделать так, как это нужно. Вы хороший человек, Давид. Вы получите прощение, Господа. В любом случае, моё вы уже получили. Я не могу этого сделать. Вы мне как брат, понимаете? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Господи, дай мужество этому человеку. Дай ему сил. И на всё воля Твоя. Всегда. Вот. Держите. Брат мой. Боже мой. Боже мой. Не отчаивайтесь. Шанс на искупление дается каждому. Порой за это нужно заплатить. Но я чувствую, что вы готовы. Я исхожу из опыта. Поверьте, чудеса случаются. И катание готово вас простить. Я знаю, что женщина, которую вы любите, тоже готова вас простить. Я знаю это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...